Народу Здравствуйте! Я приветствую всех, кто смотрит в эту минуту Сотник ТВ. Сегодня 22 октября 2019 года. И сегодня снова у нас речь пойдет о событиях на Ближнем Востоке. Ну и, собственно, не только об этом. Мой сегодняшний собеседник – блогер Юрий Табах. Вы знаете прекрасно, что вчера мы беседовали на эту тему с Александром Кушнарем. И было сказано много нелицеприятных слов в адрес Дональда Трампа. Но я всегда стараюсь выслушать все стороны. И поэтому пригласил на данный эфир Юрия Табаха, который голосовал за Дональда Трампа. Который является его сторонником. И который уверен в том, что все не просто так. Так, Юрий сейчас на прямой связи по скайпу из Майами, Соединенных Штатов. Юрий, приветствую. Приветствую, приветствую. Приветствую, Европа. У вас там как сейчас в Майами? Тихо, спокойно, я смотрю, слегка ветрено, но тепло, да? Тепло, солнце, народ не стрессует, не ругается, не плюется. Скучно. А, скучно, понятно. У вас что, закончился сезон? Не-не-не, в Майами как раз сезон сейчас начинается. Но на Трампа сезон никогда не заканчивается. Так больше никаких тем нет. Понятно. Ну, у нас политический сезон, это вещь такая круглогодичная. Здесь только бывают периоды небольших затиши и периоды обострений. Я бы хотел с тобой сегодня поговорить о том, что происходит на Ближнем Востоке. Что происходит... Во-первых, почему тобой любимый Трамп решил оставить Сирию? Почему он заявил, что 200 солдат американских там вполне достаточно, и, собственно, мы уходим, отдал приказ, после чего американские солдаты покинули базу военную, и туда, поскольку свято место пусто не бывает, с шутками, прибаутками зашли русские и, собственно... С победой! Да, да, сторонники Башара Асада. Это что такое? Это предательство, да? Все, ты разочарован в Трампе? Ну, я разочарован во всех политиках, я тебе сразу скажу. В Трампе я разочарован меньше всего, потому что он хотя бы честно об этом делает. Понимаешь, ну, начнем с предательства. Что такое предательство? А предательства не было у нас, когда мы свалили с Вьетнама после 15 лет, и через полгода северные вьетнамцы заняли территорию, и мы только успели своих сотрудников с посольства на вертолете нести, а остальных всех погнали в концлагеря вьетнамцев, с которыми мы... А во время Второй мировой войны не предательство тех же казаков, британцы предали тех же поляков, тех же во время восстаний, тех же еврейских восстаний, тех же прибалтов, которых потом после Второй мировой войны погнали эшелонами на север, к Сибирь. Предательство – это такое понятие растяжимое. А израильтяне не предали фалангов, христиан, когда они в Ливане, в Бейруте просидели что-то там 8 лет, потому что а россияне, а немцы, а французы сколько так. Война – это ужасная вещь. И в войне всегда присутствует вот это вот, как говорится, предательство. Особенно сейчас на вот этом, как он у нас называется, медаллист, в Ближнем Востоке. Юр, а прости, а русские – это уже не беспримесное зло, которое бомбят мирных жителей, которые женщин, стариков, детей бомбят? Нет, это явное зло, которое уже хочет выйти из Женевской конвенции, потому что, чтобы не было нарушения прав человека, правда, они не понимают, что все равно их будут судить, как военных преступников Женевской конвенции на это не распространять. А кто их будет судить, если… Юр, прости, а кто их будет судить, если те же самые американцы, а не просто базы военные оставляют, которые потом вынуждены там военные базы бомбить свои, чтобы ничего русским не досталось и сторонникам большого государства? Ну там русским ничего не досталось, кроме, может быть, какого-нибудь здания. Никакой там, то, что русские говорят, тоже, я тебе хочу сказать, не слушай, не читай советских газет перед пищей, как сказал профессор Преображенский. Никакого мы там оборудования не оставили, ничего мы там не… Я не про оборудование говорю, я говорю вот сам факт. Там была военная база американская, там стояли американцы, они взяли и ушли. И получается, что… Там, Саш, там, вот смотри, я тебе расскажу, не слушай ты эту всю фигню. Там было точно непонятно от 30 до 50 зеленых беретов. Кто такие зеленые береты? Это спецназовцы, которые говорят на языке пуштунов или курдов или русских, по-русски. А их внедряют, они живут среди них, живут среди населения, обучают их, как вести партизанскую войну. Это зеленые береты. Там было то ли 30, то ли 50 этих зеленых беретов. Вот их Трамп оттуда вывел. Никакой базы там не было. Они жили среди курдского населения. Поверь мне, я имею отношение к этому. Я в Турции прослужил два года командиром антитеррористического центра НАТО. Я в курсе, что там происходило. Никаких баз там не было. Турки, для турков, слово курд для населения. Вот для обыкновенных людей, как ты, как я, как образованные, рабочие люди, интеллигенции. Для них слово курд, как для русских слово чеченец. Вот чеченцы, все. Надо чеченцев там убить, уничтожить. Не важно какие. Не важно там они кадыровцы, или они интеллигентные люди, которые пишут диссертации и преподают в университетах. Все, конец. Уже так политику и старую. У турков с курдами это тысячелетие длится. Поэтому Эрдогану нужен был этот, еще при мне ему нужен был вот этот Крым наш. Только курды выступали за это. Поэтому он бы все равно двинул бы войска туда. Он использовал этот момент, когда там идет бардак. Трамп, что он сделал? Он сказал, я не буду приводить в жертву этих 30 или 50 зеленых беретов. А потом он скажет, извини, мы не знали, мы думали, что это курды. Как изоружяне когда-то долбанули по нашему кораблю во время войны, которая была разведывательна. То есть, извините, мы не знали. Мы думали, что это арабские корабли, египетские. Перепутали. А тут же, когда недавно обстреляли американцев, американских солдат, они знали, что это американские солдаты? Или это тоже? Они не знали, я не в курсе. Бывает, бывает, что не знаешь и ошибочно убиваешь кого-то. Называется friendly fire, дружеский огонь. Но иногда ты знаешь, что это там твои союзники, или как бы союзники, или полусоюзники, или бывшие союзники. И ты понимаешь, что они подают тебя в опасность, и ты по ним долбишь. Ничего тут не поделаешь. Это война. Это война, и мне дороже эти два морских пехотинца, чем тысяча курдских боевиков за свободу. Хотя как военному мне это неприятно. Мы с ними воевали, мы с ними... Да, это неприятно, но это политические уже решения, не военные. Если мы стоять с ними, я буду стоять с ними до конца. Нет, мы уходим. Трамп говорит, я не буду приводить этих 50 зеленых беретов в жертву, я их оттуда уберу. Но смотри, Эрдоган, ты делаешь себе вот эту свою мафорную зону и останавливаешься. Все. Почему? Он ему сразу сказал, не будь дураком. Потому что я остановлю твою военную машину. У меня были передачи до этого. Когда еще действия происходили, я сказал, еще 2-3 дня и турки остановятся. Потому что я уверен, что Трамп им дал ультиматум и сказал, да, я вам даю вот эту свободу, сделайте, что вы хотите, мы оттуда уходим. Долбитесь сами друг с другом, там хрен поймешь. Но если вы начнете убивать гражданское население, если вы начнете, правда, делать военные преступления, то я просто отрежу вашу мою машину. Потому что вся военная машина у турков – это наши американские танки, самолеты, снаряды. А секундочку, а Эрдоган все это прочел, не будь дураком, скомкал и выбросил в мусорную урну. И что же теперь? Кстати, а как ты относишься к тому, что... А как ты относишься, Юр, прости, а как ты относишься к тому, что господин Трамп постоянно раздает какие-то, ну, недипломатические словечки разбрасывается таким, не будь дураком, ну, что это такое? Да, не будь дураком, хороший парень, да. А я никогда не настаивал на том, что он человек любезности. Он ведет впереди королевы Англии, он не планится, он не нагинается и не говорит, передай Володе, что когда я выберусь второй раз, как у мамы сделаю, то я буду более гибкий. Он не человек любезности, он неприятный, он неприятно выглядит, у него неприятная мимика, он говорит некрасивые слова, он вырезает всех вас, журналистов, и напрямую общается через твиттер с народом. Народ его понимает, и когда... Но это же популизм, чистом виде популизм. Вот смотри, ты говоришь, что популизм, с одной стороны, а с другой стороны, ты говоришь, он принял очень непопулярное решение, выведя этих 50 солдат из Сирии. Мне кажется, что это как раз для народа. Решение очень непопулярное, у него критика здесь ужасная про это идет, даже среди военных, что предали, бросили, а он говорит, нет, вы увидите, что я сделаю. А сейчас уже даже с ТНН, даже Вашингтон говорит, по-моему, это был гелиальный мув с его стороны, теперь русские не знают, что делать, потому что они теперь попали между осадом, между сирийцами, иранцами и турками, и теперь они будут это все разводить, а мы будем теперь за это наблюдать, и они будут за это платить, а не мы своими деньгами, миллиардами, и своими жизнями солдат. Вот я хотел спросить, если... А то, что ты говоришь, да, он противный. Знаешь, кто еще был противный, когда вы его описываете? Тебя я считаю журналистом, а вот там многих я считаю комментатором. Хорошо, кто? Кто? Чёрчилл, Уинстон Чёрчилл. Вы то же самое говорили про Уинстона Чёрчила. Противный, говорит не дипломатически, грубит. Сарказм какой-то у него, это не для королевской этой семьи, не для... А Трамп, он человек, он показывает, что он человек, что он говорит на человеческом языке, и он говорит, да, Байден целовал в жопу, он недавно сказал Обаму. Это единственное, что у него получалось хорошо. И это правда. Понимаешь, это правда. Кстати, вот если мы... Я не знаю. Если мы продолжаем говорить о Ближнем Востоке, о ситуации в Сирии, как ты полагаешь, это какой-то такой стратегически просчитанный план у господина Трампа затянуть Путина, затянуть Россию туда, как в мышеловку. Вот поманил этим сыром, и теперь, ага, попались, и что будет дальше? Вы будете сейчас давно все смеяться, но я думаю, что Трамп великолепный стратег. Великолепный стратег. Он не говорит заранее, он наоборот, он отвлекает внимание, иногда что-то он скажет, там, какое-то грубое слово, или сарказм какое-нибудь, а сам делает совершенно другое. И когда это все делается, Бах увидел, а сколько раз его считали сумасшедшим? Когда он сказал, что FBI прослушивает его, ФБР прослушивает, ты с ума сошел, такого быть у нас в стране не может. А Бах теперь оказалось, что так и было. Понимаешь, он, да, он стратегически мыслящий человек, а вот многие вещи, которые мы сделали до этого, и сейчас мы понимаем, что и в Ирак мы зашли как-то зря, а он как раз был против Ирака. Что он тогда знал, что другие не знали? Он же против был в нас заходить. Сейчас кино вышло, что это все было нелегально в Голливуде. Сейчас многие все это говорят. И чего мы добились в Ираке? Миллиарды, акулярды денег туда вложили. Сколько у нас уже там тысяч солдат погибло, и раненых сколько всего, и покалеченных жизней. Из-за чего? Чтобы там установить шиитское правительство, и чтобы создать ИГИЛ, а что мы пошли в Афганистан, освобождать этих муджихадинов, помогать им воевать с этой империей зла, и что мы получили? Осама Бен Ладна. Ну, понимаешь, это не продумано. А в Сирию мы зашли на сколько? Ты знаешь, на сколько Обама сказал, он посылает туда солдат, на какое время, командировка? На один месяц, 30 дней. Мы там 10 лет уже торчим. 10 лет. Он и Трамп выбирался на это. Он сказал, я закончил эти все бесконечные войны, которые нам... Потом же нас и обвиняют во всем этом. Нас обвиняют, что мы суем нос повсюду, что мы... Да. Мы должны... Но в любом случае, Юра, вот смотри, вас уже по факту будут обвинять. Потому что Афганистан был? Был. Там Усама Бен Ладен все-таки был? Был. Куда вы только не совались. Вот американцы суются, это уже исторически предопределено. Все понятно. Но выходя из-за всех конфликтов, выходя из взрывоопасных и пожароопасных регионов, Соединенные Штаты Америки очень легко из одного греха могут впасть в другой грех. Потому что, как говорится, зло... Империя зла не дремлет и не терпит... Ну, не терпит пустоты. Да? Ты хочешь быть империей, ты хочешь быть жандармом мировым. И... Получается все до точности наоборот. И тебя только ненавидят в этом месте. И говорят, янки был хом, или русские свиньи пошли вон. Трамп говорит, все, это закончилось. Теперь повоюйте сами, без нас. Посмотрим, что будет. Почему мы за все должны платить. Это не значит, что все войска у нас выходят отовсюду. Наоборот, открывается наша база. Настоящая, они там 50 зеленых беретов или 30 зеленых беретов. А... Конечно, не можешь игнорировать. Ты не можешь сказать, что... Все, мы с вами не участвуем ни в чем. В принципе, что получилось? Америка вообще была создана. Наши основатели создали Америку, что мы с Европой ничего общего не будем иметь. Вы там боюйте, убивайте друг друга, кушайте. Мы вот в Америке живем, а вы там живете, вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Но в Первую мировую войну нам пришлось ввязаться, чтобы ее как-то остановить, погасить. Конечно, нельзя игнорировать такие вещи. Но Вторую мировую войну тоже уже вышла. Но это уже когда совсем человеческие жизни обесценились, и когда уже весь мир горел в пожаре. Конечно, надо уже было что-то делать и посылать свои войска. Тоже неохотно мы это сделали. Так что, знаешь, нельзя игнорировать и говорить, да ничего, что Гитлер там убивает своих больных, цыган, евреев и гомосексуалистов. Нас это не касается, мы не евреи, не гомосексуалисты. Ничего страшного. Нет, так тоже нельзя делать. Нельзя идти по улице и сказать, девочку насилуют на той стороне улицы, поэтому это ко мне отношение. Вот я именно об этом и говорю, тем более, что мир сжался сейчас. Мир сжался до размера телефона. Мир умещается в два клика, если не в один. И получается так, что сейчас, помните, кибервойны, сейчас, сейчас... Экономические войны. Сейчас война технологий, и поэтому находиться в стороне и говорить, мы выведем оттуда. Но это очень похоже на предательство, Юра, извини. Саша, это твое мнение. Мое мнение как военного человека, я понимаю, как воины воюются. Воины 50 солдатами или 500 солдатами, или 5000 солдатами, какие бы они профессионалы не были, не войти. Даже если у нас будет 5-миллионная армия, война так не ведется. Да, мы сегодня можем захватить континент с нашими армадами. У нас 12, по-моему, сейчас уже авианосных ударных ядерных групп. Я даже не могу объяснить, что это такое. Одна из них любой континент может захватить, завоевать. Дальше что? Мы завоевали Ирак. Дальше что? Мы завоевали Афганистан. Дальше то что? Дальше нету. Дальше должна быть экономика, инфраструктура простая. Там разведка должна быть поставлена. Полиция, армия создана должна быть. Это все не так. Маршал план должен быть создан. А его не создаются. Сегодня это не создается. Сегодняшними СМИ, сегодняшними политкорректности мы не можем взять и Дрезден разбобить в дребезги. Сегодня это не работает. Сегодня высокие технологии. Сегодня Китай играет огромную роль. У Трампа больше война идет с Китаем, чем с кем-либо другим. Экономическая. Мы экономикой сегодня выиграем. Экономикой можем задушить. Он Эрдогана мы можем задушить экономически, а не военно. Да, военные нужны. Проводить военные операции необходимы. Но не только военные. Это целый букет всего остального. И не только одной страны должны еще участвовать в коалиции. Даже мы, американцы, никогда не воюем сами. У нас создаются коалиции, о чем я всегда говорю в Украине. Вам нужны коалиции. Вы сами ничего не сможете. Ты совсем недавно вернулся из Украины. И вот в связи с тем, что случилась такая неприятная история между президентом Зеленским и президентом Трампом, ты к кому-нибудь из них? У тебя поменялось отношение? И как ты вообще объяснишь, что произошло между ними? Это ты имеешь в виду из-за разговора по телефону? да, да. Который потом был опубликован и так далее. Конечно, это ужасно, потому что президент и его так подставить это кошмарно. Хотя он сам говорит, что никакого давления на него не было. Ничего ужасного не было. Я прочел несколько раз транскрипты этого разговора. Я тоже там ничего не увидел такого ужасного. Но как ты думаешь, вот как могут президенты вести переговоры и о чем-то договариваться, если весь мир будет слышать их разговор. Есть такое у меня мама, у меня были мама и папа. Они меня учили, что чужие письма нельзя слушать, что чужие разговоры подслушивать нельзя. Это не приведет ни к чему хорошему. Чего добились того, что взяли и объявили. Но ведь это не совсем частный разговор. Это все-таки разговор двух государственных деятелей. И от этих переговоров зависит судьба миллионов. Да, да, конечно. Поэтому давайте слушать все переговоры, переговоры, которые вел Обама с Путиным. Давайте слушать все переговоры, которые ведутся между всеми президентами. Послушай, демократы уже сказали, что Тампу надо сделать импичмент любой ценой. Любой ценой. Почему? Потому что иначе его переизберет народ. Он будет президентом второй срок. Понимаешь, что может произойти? Демократия может произойти. Они же лучше знают, что народу нужно. Вот эти вот люди и сделали революцию и в России, и на Кубе. Это были не матросы и крестьяне. То есть, Юр, ты считаешь, что давления со стороны Трампа на господина Зеленского не было? Что Трамп не... А где ты? Вот ты видел там давление? Какое там? А, ну дай я объясню разницу. Я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, мы можем сказать, что было давление, можем сказать, почему оно было, не почему оно не было. Но доказать ничего ты не сможешь. Там он не сказал, как сказал Байден. Если не уволите, то я вам денег не дам. Он не сказал так, что как наши сенаторы написали письмо в Украине и сказали, если вы остановите расследование против Трампа, то мы вам тоже денег не дадим. Такого он не сказал. Он сказал, у вас ты пришел, ты молодой президент, ты пришел, чтобы бороться с коррупцией. Ну давай борись с коррупцией. Потому что вот похоже, что наш бывший вице-президент участвовал в такой коррупции. Его сын. Разберись. Он говорит, разберись, он не говорит, закрой. А наше посольство, если сейчас поговорить с бывшим генпрокурором, сказал, что там был целый список ему из посольства во время Обамы, которые вот этих людей не трогать. Он же не говорит скрывать, как это при Обаме было. Он говорит, наоборот, открывайте, чтобы было видно, была коррупция или нет. Почему он это делает? Потому что он давление на... Чтобы избавиться от своего конкурента в следующих, наверное, где-то это тоже есть правда. Но он действует по закону. Потому что есть такой американский закон, что если ты нарушаешь американский закон в другой стране, в третьей стране, ты все равно будешь судим в Америке по этой статье, как будто ты нарушил этот закон в Америке. Понимаешь, чем это. Окей, а как относиться к его словам уже, которые были сказаны на встрече с Зеленским, на публичной встрече с Зеленским, когда он сказал договаривайтесь с Путиным, вы с ним, ну, что-то типа вы с ним должны полагать. Нет, он сказал договаривайтесь с ним, тебе надо с ним договориться. А что ты предлагаешь с Путиным делать? Трамп не человек войны. Трамп и избирался на том, что он говорит, что я переговорщик, я сяду за стол переговоров с Кимчинуном, со Сталином, с чертом лысым, с иранцами, с кем угодно. Я сяду за стол переговоров с ними перед тем, как я пойду на них войной. Поэтому он переговорщик, и он говорит молодому президенту, такому же где-то, как он, непрофессионалу, непрофессиональному политику, который в политике первый раз и сразу президент. И он ему говорит, давай, говори с ним, ты что думаешь, что Россия куда-то денется? Нет, вы вечно будете жить рядом с этой Россией. Путина, может быть, не будет, будет другой. Но вам надо, если не договоритесь, тогда давай, дальше будем что-то думать, дальше будем действовать. Тогда, может быть, большого брата позвать. Но сначала ты должен с ним поговорить о чем-то. Я тоже не вижу тут ничего плохого. Или вы сразу хотите стрельбу начать? Нет, я не хочу начинать стрельбу, тем более, что господин Зеленский тоже приходил как голубь мира в президенты. Он говорил, что он закончит войну, и это была самая главная его идея. А теперь у меня такой вопрос, а почему Соединенные Штаты Америки идут по отношению к России постоянно на какие-то полумеры? Почему бы им просто не объявить эмбарго по отношению к России? и закончить вот эти все полумеры? Ведь понятно, что Россия при эмбарго долго, ну, по крайней мере, режим Путина долго не просуществует. С чего ты это взял? Я не согласен с тобой полностью. Но Россия, во-первых, у тех, у кого что-то зависит от России, у них дети, жены, и их считать здесь, на Западе. У многих они арестованы, что-то изменилось, нет. А те, которые живут за МКАДом, они как ходили в дырку при царе Горохе, так и ходят. Их можно на карточки сегодня всех перевести, отменить деньги, как это много раз делалось в России, сделать обмен денег, и никто бунтовать не будет, ничего не случится. Так что вы можете санкции вводить сколько угодно, ничего не происходит. То есть распада Советского Союза не было? Распад был Советского Союза, но не потому, что санкции, что были санкции, она к чему-то была, Советский Союз был подключен. Советский Союз распался не для того, наоборот, Запад не был, что Советский Союз распался. Тогда еще при президенте Буша ездили, он сам ездил в Россию, в Украину и говорил, нет, нет, мы не поддерживаем распад Советского Союза, потому что мы не хотели, чтобы ядерное оружие расползлось. Нет, это такого не было. Зачем с террористами вести переговоры? Зачем? А потому что, а что ты с ними предлагаешь делать? С террористами мы ведем переговоры? Или ты хочешь устроить такой большой беслан, когда мы с террористами не ведем переговоры? Это невозможно, это со всеми нужно вести переговоры. Это да, я понимаю, что когда-то израильтяне сказали, что они не ведут переговоры с террористами и сразу их уничтожают. Это неправда. Они ведут переговоры с террористами, они оттягивают время, они вводят их в заблуждение и потом грохлуют а как ты хочешь чтобы с ядерной державой как россия где еще сильно больной человек сидит у власти вот у меня и вопрос он в четырнадцатом году в 2014 году сказал слова террориста произнес а позади женщины детей будем стоять мы не впереди а сзади это сказал владимир путин он сказал слова самого настоящего террориста классика террористическая и он до сих пор у власти его за пять лет не потому что мы пробовали это сделать мы в 50-е годы пробовали грохнуть и и кастро и кого там угодно в южной америке мы пробовали грохнуть и гитлера пробовали грохнуть это не работает и грохнешь его появится другой еще хуже они не заменят другого и там там будет другой это должен сам только сам народ может все вот на майдан вышли свергнули все пришло второго сверху там молодец в чем он говорит почему только мы почему только америка этим занимается где это чертова европа почему она его в жопу целует все время почему бы за деньги за деньги а мы пока что платим за за нато но дональд фредович его тоже отличным парнем называет но что он с ним встречается он же говорит да 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 товарищ сталин тоже орден ленина вручал сразу перед прям перед расстрелом орден ленина это тебе было растет то что там я же тебе говорю то что трамп говорит что он хороший парень и то и все и третье десятое это одно а то что он делает это другое это так такая манера разговора да да классный парень он иди сюда я сейчас это 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 не давай будем смотреть что он делает они что он говорит да он сказал что он хороший он сильный лидер а что ты хочешь сказать что путин не сильный лидер он сильный лидер смотрим как всех подмял под себя называть лидером то среди россиян ну скажем тех кто живет в россии путин действительно является их лидером большинства большинства путин лидер большинства чего не скажешь о трампе потому что трамп расколол американского общества там большая часть за трампа и большая часть против трампа полностью с тобой не согласен трамп не расколол американское общество демократическая секта демократическая партия расколола наше общество потому что сколько раз можно проводить расследование 45 сколько раз можно каждый раз каких-то свидетелей каких-то изнасиловых женщин выставлять и все и каждый раз это фейк 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 а твой брат но никак не остановится и все время они вот гонят и гонит это это извини заражение вы раскололи общество они травм расколол общества и потом если общество сильное ты его не расколешь что он что он сделал чтобы расколоть общество я никак не еда я констатировал большая часть общества за трампа и большая часть общества против трампа я говорю только об этом что общество не одну ровно error сделал но это не он вот сказал TRAMP расколол общество и многим street того что владимир путин как раз консолидировал вокруг себя 85 процентов населения я не считаю это общество я не верю я я не считаю это обществом я считаю это населением к большому сожалению это очень похоже на правду к большому сожалению вопрос самый последний как ты как ты считаешь вот эти уступки господина трампа они на пользу соединенным штатам америки и международному сообществу или наоборот подольют масло в огонь на ближнем востоке в ближайшее время можно ожидать серьезное всплеск серьезной нестабильности который может даже до большой войны 200 но знаешь саш я не предсказатель я ты знаешь я не люблю предсказать я могу только что-то обосновывать на факт а логике событий которая может а логика событий может и так повернуться и так повернуться не я не знаю я не не вот не политолог и не не специалисты не экспорт какой-то который выходит и рассказывает что будет военная чуйка есть чуйка есть чуйка есть вот помнишь когда трамп скотина такая и сдержал очередное свое предвыборное обещание которое давали все президенты до него но ни один не выполнил что он перенесет наше посольство из тель-авива в иерусалим помнишь на поле сделал да ни один еврей из конгресса не поехал на открытие демократ все кричали что это будет война что все весь арабский мир сейчас восстанет и израилю капец и будет такое кровопролитие и еврейская кровь будет течь река что-то случилось нет ничего не случилось немножко побунтовали немножко камни покидали не больше не меньше чем преды до этого и все наше посольство стоит в иерусалиме еще пару стран последователи нашему примеру то же самое маячуке еще сейчас по бунтуют поорут потом сказать а значит у американцев нету хрен его знает что может случиться может мы лучше посидим тихонько не будем кидать кричать стрелять бомбить потому что эти же могут психи обратно стрельнуть может так повернуться что все как раз успокоиться что американцев нету прийти нам на защиту тут или наводить порядок за свой счет а это будет стоить нам что-то может такой быть или может быть что я бы не хотел чтобы случилось но как сказать чтобы я не хотел что это случилось не искренне сказать это не искренне что я не хотел но это было бы плохо если это случится что турция исторически столкнется с россией убами и они начнут херячиться если это будет происходить на на территории сирии то может быть это еще не так плохо но если это перекинется на территорию турции потому что где-то почти что 19 миллионов курдов живет на территории тут то тогда нато может быть придется вступить в это дело потому что турция натовский часть член нато поэтому это опасно конечно но я думаю маячуке что это все там успокоиться и турки успокоиться и и и сирийцы успокоиться немножко и никто не успокоится это иран иран будет продолжать мутить на воду но теперь американцев там нету и у израильтян развязаны руки они могут херячить по ним без координации с нами спасибо это было мнение юрия табаха юра огромное спасибо в любом случае да в любом случае думайте сами и и решайте сами и конечно не забывайте смотреть сотник тиви и и и и Продолжение следует...